Всем привет! Меня зовут Юлия, и я сейчас нахожусь в Греции, в городе Салоники. А в Анталии тоже была пицца Доминос. Возможно, эта марка по целому миру существует. Вот детям веселуха, куда-то топает семейство гулять. Я решила сократить путь, пойти по диагонали. Наконец-то Юля приблизительно начала догадываться, где находится. Поэтому надеюсь, что куда-то выйду. Вон тоже, смотрите, маленькая часовня. Магазин ковров. Я когда сюда бежала, если честно, в ту сторону, хотела успеть на Белую башню, в конечном итоге не успела. Вот, туда же не увидела дорогу. Только в кондитерскую затопала. Стоят машины, светофоры я не вижу, если честно. А, вот вижу. Вот эта чудесная кондитерская. Очень там вкусно мне угостили. Я только сейчас увидела, смотрите, велосипеды. Два, четыре, пять. Человек может сесть одновременно. Ой, прям отсюда слышно запах. Очень вкусно. Вообще они молодцы, греки, в том плане, что они сделают вот практически всюду прозрачные вот такие двери, окна, для того, чтобы люди видели, что здесь, что за магазин, что они продают, что они делают. Даже косметический салон. Посуда. Дорогая, я думаю. Оптика. Магазин Скетчерс. Это большая развилка. И непонятно, что написано. Вот кафе и столики. И, кстати, в середине кафе практически никого нет. Все сидят на улице. Хотя, вот ты идешь прям возле столика, знаете, как будто сейчас сядешь вместе с ними. И все равно людям это нравится. Больше, чем сидеть вот в помещении. Отель какой-то. Это третий магазин оптики. Может, это у них улица оптика? Вот, в принципе, от чего я удивляюсь. В Турции так же. Если один магазин строительный, все, уже поприбежал от других. Куча таких же ювелирных украшений. Ну, так красиво оформлены, что и не поймешь. Красивый магазин. Свечи на столах. Небольшой такой себе модный бутик. Я уже кондитерский вам даже не показываю, потому что они через один идут. Если не просто кафе, то кондитерская. А вот таких магазинов как-то даже и мало, я вам скажу. Я не могу. Собак нарисовали. Ой, артисты. Смотрите, сколько людей. Все занято. А там проходишь, там один столик, два. Просто люди знают, где садиться, знаете. Недорого, весело. Мотоцикл любой, выбирай, пожалуйста, какой хочешь. Мы вышли к Айя Софье. И вот храм святому Иоанну. Сзади храма святой Софии, с правой стороны, находится баптистерий святого Иоанна Крестителя. Вокруг святыни сложилось несколько городских легенд, одна из которых гласит, что во время губительного пожара 1917 года, уничтожившего большую часть города, это место осталось нетронуто огнем. Во время разбора обгорелых остатков дома вокруг, местные жители на этом месте обнаружили уцелевшую икону святого Иоанна Претечи. Мраморная купель невероятно больших размеров во дворе храма святого Иоанна Крестителя. Это ранне-византийская постройка, которая была частью базилики, существовавшей на месте храма святой Софии до 620 года. Если бы не было ремонта, мы бы могли спуститься в катакомбы. А также здесь сбоку есть церковь, в нее тоже можно было зайти. Если вы будете в то время, когда уже закончится ремонт, обязательно посетите это место. Тоже здесь такое оно благодатное, мне понравилось, несмотря на то, что ремонт. Дайте зайдем, да, побалдеем. Смотрите, какая красота. Просто. Вот меня поражает. О, кстати, здесь хотя бы разрезано, видите? Потому что все просто закрыто, и ты как хочешь, так и догадывайся. И вот килограмм 21,80 евро. А все в одну цену. Ну, тут 27,10, например. Вот такие песочные 13,90. Тоже всех одинаковая цена. Ну, вот эти прикольные, как сны. Вафельками. 20,50, 23,90. В каждом магазине есть фабрика своя, которая делает именно для этого магазинчики. 2,50 евро. По евро 70, по 15,80, 13,90. Такие маленькие, по 90 центов. Что-то такое прям интересное. Это с горячим шоколадом. Господи, забыла, как называется. Это евро 20. Это как будто просфоры. Сверху и снизу песочное печенье, а в середине лукум. Кстати, вот в Турции начали тоже такое делать. Но мне не очень нравится, кстати. Но вы попробуйте. Это традиционные сладости в Греции. 3,40, 18,60. Это, наверное, за килограмм. Да, за килограмм. Вот такие. 18,60. 3,40 упаковочки можно взять. Такие длинные. Евро 80. То есть это какой-то специализированный магазин прям. Еще со смородиной. 3,30. Просто подошел мальчик, говорит, ты снимаешь для кого-то, чтобы человек выбрал. Я говорю, ну да, ну вы же выбираете, правильно? А он говорит, хорошо. И думаю, значит, наверное, нельзя так снимать или что? Может, прям такая интересная. Тут, видимо, возможно, они только открываются. А нет, на Рождество они готовятся. Смотрите, Айя Софья. Это сзади вид, да? Вот Иоанна Предтечи. И вот сразу вот эта кондитерская. Ну, не могу вам прочитать, к сожалению. Ну, я думаю, что здесь очень вкусные сладости. Это комбы Святого Иоанна. То есть это специально прям такая церковь. Ой, я еще вам вечером ее покажу. Ну, я думаю, было уже нормально. Там даже церковь есть внизу, но ее почему-то закрыли, пока что-то копают. Я еще удивилась, почему Айя Софья нет церковной лавки. Да вот, потому что вот она. Она сбоку. Это книги, это иконы и все остальное. То есть вам нужно выйти с территории Святой Софии. А, возможно, там тоже было. Просто было много людей, и потом были похороны, поэтому я и ушла, не посмотрела. Да, вот, пожалуйста, иконы маленькие. А сейчас мы с вами зайдем в храм великому ученикам Пантелеймона. Родился он в Некомедии в семье знатного язычника и получил имя Пантелеон. Его мать Святая Вула была христианкой и воспитывала сына в своей вере, но умерла. Отец отдал сына в языческую школу, а затем поручил знаменитому врачу Ефросину для изучения Пантелеона врачебного искусства. Вскоре о нем услышал римский император Максимиан, пожелавший видеть Пантелеона при своем дворе. Проживавший в Некомедии пресвиттера Ермолай заметил Пантелеона и начал рассказывать ему о христианстве. Согласно житию, Пантелеон уверовал в Иисуса Христа. Когда увидев ребенка, умершего от укуса змеи, он по молитве к Иисусу Христу воскрестил его. После этого он принял крещение от пресвиттера Ермолая и получил имя Пантелеимон. Став безмездным врачом, Пантелеимон лишил многих врачей доходов, и император Максимиану поступил донос, что Пантелеимон посещает в тюрьме христиан и лечит их именем Христа. Император призвал Пантелеимона и просил опровергнуть донос. Святой предложил императору призвать одного неизлечимого больного и устроить испытание. Кто исцелит его, он или языческие жрецы? Вера того и должна быть истинной. Языческие жрецы не смогли исцелить больного, а Пантелеимон силой молитвы даровал расслабленному исцеление. После этого многие веровали во Христа. А Максимиан ожесточился на Пантелеимона и приказал истязать его, а затем бросить с тяжелым камнем в море. Но Пантелеимон остался невредим. Тогда его подвергли новым учениям. Повесили на дереве, жгли свечами, потом рвали железными когтями, колесовали, бросали в кипящее олово, пытались утопить в море. Дикие звери, которым он был брошен на растерзание, лизали ему ноги. После всех истязаний Пантелеимона приговорили к усекновению головы. Его привязали к масличному дереву и хотели отрубить голову. Но святой стал молиться, и меч не причинил ему вреда. Во время молитвы голос небес призвал Пантелеимона в Царство Небесное, и святой попросил воинов исполнить данный им приказ. Согласно житию, когда ему отрубили голову, то из раны потекло вместо крови молоко. А маслина тут же покрылась плодами. Брошенное в костер тело великомученика не сгорело и было погребено христианами. В православной церкви Пантелеимон почитается как покровитель воинов. Его языческое имя Пантелеон переводится как «лев во всем», а также как «целитель», что связано с его вторым христианским именем Пантелеимон. Всемилостивый! Все храмы благодатные, все храмы чудесные. Но вот этот почему-то какой-то особенный для меня лично был. Я очень долго плакала, я села во дворе на скамеечке успокаиваться. Я не знаю, что в этом храме такого, но он какой-то другой, чудесный. Обязательно его посетите. Может, у вас какие-то другие будут ощущения, тогда напишите мне в комментариях. Хорошо? Будьте с Богом!